Всем привет! Сегодня у нас это апрель, а значит, что МУИД отмечает День Науроза, когда наша организация собирается вместе и устраивает большой тарстахан и показывает свои способности на большой сцене. Ежегодно, каждый день МУИД устраивает для своих студентов праздник Науроз, в отличие от других университетов. Это мероприятие проходит в апреле, потому что многие студенты уезжают на праздник Науроз и погодные условия не всегда приятные для провождения Науроза на улице. МУИД предоставляет несколько юр для организаций, которые накрывают большой тарстахан для всех желающих. Помимо этого, проводятся казахские национальные игры и, конечно же, выступления всех наших талантливых организаций на сцене МУИД. Здравствуйте! Привет! Я хочу знать, чем будете заниматься сегодня на мероприятии Науроз? Мы, как Агитка, сегодня взяли на себя организацию одной из национальных игр, называется Уралман. О, классно! А в чем суть игры самой заключается? Ну, если кратко, то это догонялки вместе с платком. Один из людей должен будет догонять человека, в руках которого платок, забрать у него этот платок и победит. Какие у вас ожидания от мероприятия? На самом деле большие. Я присутствовала на репетиции концерта, и ребята очень стараются, и мне кажется, все пройдет очень круто. Здравствуйте! Можете рассказать о сегодняшнем мероприятии и о ваших впечатлениях? Здравствуйте! Да, конечно! Вообще, мероприятие Науроз является нашим Новым Годом, и в текущем году у нас все больше и больше студентов, которые поддерживают это мероприятие, и поэтому у меня впечатление вообще супер, потому что рад, что патриотизм у нас растет, тех, кто радует Наурозу больше и все и больше. У меня появился для вас интересующий вопрос. Почему вообще решили организовать мероприятие Науроз именно в апреле? Ну, во-первых, погода. Во-вторых, Науроз длится вообще с 22 марта по 22 апреля, так что у нас, в принципе, все вовремя. И, опять же, чтобы была такая легкая, яркая, хорошая погода, чтобы у всех было хорошее, приподнятое настроение. Здравствуйте! Здравствуйте! Это у вас казахская национальная игра? Да, получается, это казахская национальная игра «Урамал». В чем заключается суть игры? Выбирается определенное количество человек, и один водящий. Завязывается один платок для убегающего. Суть для человека, который должен их поймать, заключается в том, что нужно человека с платком, ну, человека с платком, короче, нужно ткнуть за плечо, и если он его догнал, то он должен исполнить какое-нибудь желание, либо спеть песню, или рассказать стихотворение. После этого человек, которого поймали с платком, становится следующим водящим. Ну, в принципе, суть проста. Здравствуйте! Как вы считаете, какая ценность у Новороза? На мое мнение, ценность Новороза в том, что это сохранение традиции. Праздник Новороза празднуется всеми тюркскими народами, как Новый год. И, как вы можете понять, что даже римские народы, когда они ведут какой-то отсчет, допустим, месяц декабрь, десембр, десима 10. Хотя, в нашем понимании, декабрь, нашим календарь 12. Получается, расхождение на 2 месяца идет. Получается, пропускаем 2 месяца, 3 месяц, март, получается, как Новый год. То есть, даже самые древние римляне не знали об этом. Я считаю, это важно. Почему? Потому что она сплачивает все тюркские народы. У нас очень похожая традиция у всех тюркских народов. Готовим новые блюда. Готовим блюда, и особенно на Ура-Скожье 7 ингредиентов. И в каждой казахской семье это почитается как пробуждение земли, пробуждение природы. И я думаю, что каждый должен его праздновать. Ура-Скожье 7 ингредиентов. Ура-Скожье 7 ингредиентов.